Я приветствую всех, кто в эту минуту смотрит этот YouTube-канал, YouTube-канал, который носит моё имя и фамилию Евгений Киселёв. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки, оставляйте вопросы, комментарии. Сегодня мы не будем говорить о каких-то горячих новостях. Сегодня я хочу познакомить вас с этим человеком, которого вы уже видите на своих экранах, Виктор Мучник. Замечательный человек, журналист, который долгие годы возглавлял одну из лучших российских телевизионных независимых компаний, компанию ТВ-2, её некоторые ещё называли Томск-2. Это была лучшая компания с числа так называемых региональных, областных, то есть находящихся не в столице, не в Москве, но которая с точки зрения уровня журналистики работала гораздо лучше, чем некоторые столичные каналы. И это, кстати, подтверждалось многочисленными профессиональными премиями, которые журналисты ТВ-2 получали, когда эти профессиональные премии были действительно чего-то стоящими, когда их присуждали члены профессиональных жюри, настоящие совестливые, порядочные профессионалы. Виктор, я вас приветствую. Спасибо, что согласились к нам прийти на мой канал. И продолжая вашу историю, хочу сказать, что в итоге ТВ-2 было убито. Убито было дважды. Один раз сначала была закрыта эта компания как телевидение, потом она продолжала существовать как интернет-ресурс, и потом интернет-ресурс тоже приказал долго жить. И вот сейчас Виктор занимается вместе с коллегами замечательным, на мой взгляд, проектом, который начинается очевидец, очевидцы. Речь идет о воспоминаниях людей о том, что с ними произошло 24 февраля, и что вообще происходило за время войны России против Украины. Расскажите поподробнее, Виктор, вот как дело было? Ну, когда интернет-ресурсу приказали долго жить, когда он был заблокирован Роскомнадзором, мы поняли, что так, как хочет работать от нас, чтобы мы работали, так, как хочет от нас государство, чтобы мы работали, мы работать не будем, так, как хотим и умеем работать мы, мы больше работать в России не можем. И, в общем, я и некоторые мои коллеги по ТВ-2, мы уехали, эмигрировали. И, ну, кто-то остался, конечно, мы поддерживаем отношения. И что делать? Что делать, когда ты уехал? Работать дальше или, там, я не знаю, прачечную, может быть, открыть где-нибудь неподалеку от Еревана. А вы в Ереван уехали, да? Да, Вереван уехали сперва. Я решил, что можно попробовать что-то делать профессионально. И нам пришла в голову вот какая идея. Незадолго, там, может быть, за год, за два, до беды, до 24 февраля, меня впечатлил один проект радиостанции «Свобода». Это в 1967 году коллеги к 50-летию Октябрьской революции общались с теми людьми, которые видели революцию и разговаривали с ними о том, что с ними происходило. Что с ними происходило в день, когда началась революция. И меня потряс этот проект тогда, ну, вот эти голоса, это ушедшая русская речь, масса подробностей, эмоции. Но при этом я подумал, а как здорово было бы, если бы к этим людям подошли тогда, тогда, в октябре 17-го, и записали их голоса тогда. Все-таки прошло полвека, сейчас они уже ретроспективно, вспоминая все равно, оценивают, оценивают свою жизнь. А вот эти непосредственные впечатления было бы услышать тоже очень интересно. И тут я понял, что то, что с нами здесь и сейчас происходит, это переворотный момент в истории, так или иначе. Громадная война в Европе. То, что меняет жизнь не только Украины и России, но и так или иначе меняет жизнь мира навсегда. Этого не обнулишь, этого не изменишь. Это переломный момент. И здесь и сейчас можно подойти к людям с камерой и поговорить с ними. Записать их голоса, спросить, что они думают, что они переживают, что они чувствовали 24 февраля, что они чувствуют потомок, что они думают о будущем, что они думают о причинах случившегося. Это важно, эти голоса останутся в истории. Сперва мы разговаривали с соотечественниками в эмиграции, с теми, кто в эмиграции, с теми, кто в России. И вот это было первое наше такое открытие, первое мое открытие. Те, кто в России, когда они говорят на камеру, что они против войны, когда они говорят на камеру, что они против власти. Эти люди рискуют. И мы, когда начинали проект, думали, мы дадим этим людям возможность высказаться, сохраним их голоса, но дадим им возможность вскрыть себя. Но нет, все люди, с которыми мы общались, говорили нет, не важно, на камеру, со своим именем. Мне, живущему в России, важно сказать, что я против этого всего. И это такое очень важное было и радующее открытие. Это обычные люди, большинство из них, с которыми мы общаемся. Это там врачи, айтишники, инженеры. Ну, обычные, не медийные. Там потом стали в нашем проекте появляться люди медийные, а изначально это просто обычные люди, которые, большинство из которых в первый раз вообще перед камерой сидели, перед телекамерой. А вы специально поначалу простых людей записывали? Ну, сначала вообще идея была такая. Обычные голоса обычных людей. И вообще я считаю, что это очень важно. Это я как историк считаю. Моя первая профессия, я историк по первой профессии. Очень важно сохранять голоса обычных людей в истории. Для будущих историк. Вот. И кроме того, очень важно обычным людям дать возможность высказаться. Во-первых, потому что они часто, ну, с журналистской точки зрения, они часто говорят интересное и неожиданное. А с человеческой точки зрения, ну, у людей медийных, их много в истории останется. А вот обычного человека, у него есть шанс, у нас есть шанс сохранить его голос в истории, давайте этим шансом воспользуемся. Потом мы стали разговаривать с гражданами Украины. Я безмерно благодарен тем людям, которые согласились говорить с российскими журналистами. Я понимаю, что для кого-то это было непростое решение. Там, я не знаю, вот Михаил Скляр, например, один из первых наших украинских респондентов. Отец РВСУ. Вот. Мы его по скайпу записывали, дай бог ему. Здоровье, в Харькове, в июле. Вот он сидит там во всем снаряжении и разговаривает с нами о том, что он думает о происходящем. Это, конечно, отдельная совершенно была потрясающая история, разговор с этим человеком. Он очень много, ну, вот он, он из окопов. Он говорил достаточно резко. Ну, то, что думает о России, о российской армии. И это было понятно, он воюет. И понятно, что он для него, те, кто ему противостоят, естественно, враги. И как можно говорить о врагах. И он говорил вот это все о там, про ров с крокодилами вокруг России. Говорил эмоционально очень. И на следующий день, на следующий день, вот мы как раз занимались монтажом. Моя жена, которая его записывала, получает от него письмо. И в этом письме он пишет. Ой, извините, я вчера говорил очень резко. Я понимаю, что русские разные. Просто вы меня поймите, у меня друг погиб. Незадолго до того. И вот когда я это читал, я не сентиментальный человек. Вот у меня горло перехватило. Я подумал, вот в этом человеке, с которым мы вчера разговаривали, который сейчас в окопах, да, в нём гораздо больше эмпатии и желания вдуматься в то, что происходит, и деликатности какой-то, чем в этих десятках людей, которые что-то пишут в своих фейсбуках. Это вот тоже такое совершенно потрясающее открытие было. Журналистское, человеческое. Вот эта вот возможность диалога, непростого, конечно. Вот то, что для нас этот проект. Сейчас там мы видеоинтервью, наверное, около 200 уже записали. И кроме того, нам тексты люди присылают. Тексты присылают там разные тоже со своими воспоминаниями, со своими рассказами, со своим отношением. Стихи присылают. И на разных платформах мы вот этот проект реализуем. Где можно посмотреть, расскажите. Ну, прежде всего, в Ютубе. Есть Ютуб ТВ-2. Там, значит, проект Очевидцы. Это главное, что мы сейчас делаем, как ТВ-2. Там за это время вдвое возросло количество подписчиков. Там больше 100 тысяч уже сейчас. Что-то там равен 120 тысяч. Ну, кроме того, в Телеграме есть телеканал Очевидцы-24. В Фейсбук есть. Фейсбук у нас в основном украинский, кстати говоря. В Инстаграме есть Очевидцы и ТВ-2. И, кроме того, проект, он выходит на разных платформах, не наших. Дождь его берет. В настоящее время берет. Есть такой телеканал Веревани, первоинформационный. Там мы тоже выходим. В общем, в разных местах. Что? Украинские телевизионщики берут? Украинские телевизионщики. Я с ними разговаривал. Несколько раз я приношу извинения, что сейчас не могу сходу вспомнить, какие были телевизионные каналы. И кто-то выказывал желание взять. И я говорил, берите. Я, честно говоря, не знаю, брали или нет. С нами никто не разговаривал. Я просто говорил, вот на Ютубе, если что-то надо, то мы готовы помочь. Если что-то надо, там перемонтировать. Или еще что-то. Поэтому, честно говоря, я не знаю, как он в Украине существует. Там существует ли на украинском телевидении. Я знаю только, что у него есть какая-то и, видимо, немалая украинская аудитория. Потому что в Фейсбуке там постоянно из Украины пишут, и в Ютубе из Украины комментируют. Ну и цифры я вижу. Ну да, в Ютубе же есть панель управления каналом, которую вы доступ имеете. Вы там можете посмотреть процент аудитории, которая смотрит в Украине. Да, она там есть. Да, конечно, мы смотрим. Смотрим и радуемся. Потому что я считаю, что как бы то ни было, сейчас вот диалог между обычными людьми из России и из Украины, он очень важен. Я считаю, что это очень важно. Как сказала нам одна из наших вот собеседниц украинских, одна из последних. Она говорит, я, наверное, русские песни, она поет. Вообще говоря, она инженер, но еще вот и у нее голос есть. Я, говорит, раньше любила петь русские песни, сейчас, наверное, их петь никогда уже не буду. Буду петь только украинские песни. А мы спрашиваем, ну вы вот с нами по-русски разговариваете все-таки. Почему? Она говорит, ну как, я же понимаю, что для того, чтобы говорить с русскими, с вашей аудиторией, я должна разговаривать по-русски. А я очень хочу, чтобы меня услышали русские. И вот это вот желание достучаться, чтобы услышали, оно очень важно и у украинских собеседников, но и на самом деле у российских собеседников тоже. Я считаю, что очень здорово, что они в нашем проекте, эти обычные люди между собой разговаривают, потому что, когда война закончится, я убежден, она закончится как надо, она закончится победой Украины. Когда-то все равно, когда-то все равно придется разговаривать. Ну, я не знаю. Евреи могут сейчас разговаривать с немцами, да. Прошло время. Могут, можем. Поэтому и русские будут разговаривать с украинцами. И хорошо, что этот разговор уже идет здесь и сейчас. Вопрос в том, согласятся ли украинцы разговаривать с русскими? Так они разговаривают. В нашем проекте разговаривают. И я понимаю, что пройдет время. Все равно это соседи будут разговаривать друг с другом. Это неизбежно. Зависит от того, как это время пройдет, согласитесь. Это я вам говорю тоже как историк по первому, ну, не по первой профессии, но по образованию. Да, конечно, конечно, конечно. Я это отлично понимаю. Прежде чем я вам задам несколько уже накопившихся у меня по ходу разговора вопросов, я прошу обратить внимание всех, кто смотрит нас сейчас. В описании к этому видео будут все адреса, все ссылки, все линки на те ресурсы, где вы можете посмотреть материалы проекта «Очевидцы». Скажите, Виктор, а как для вас прошел день 24 февраля? Что с вами было? В тот день, когда началась война. Жуткий день был. Я не могу сказать, что это было неожиданно. Но все-таки я медийщик, я историк. Я слушал эти безумные речи накануне. Вот это ощущение сгущающегося зла и наступающей беды, оно, конечно, было. Но при этом была какая-то надежда непонятно на что. Ну что, ну вот представить себе, что правда, вот представить себе, что будут бомбить Киев и Харьков, ну вот моей даже фантазии не хватило. Не хватало для этого. Вот знаешь вроде все, а все равно представить не можешь. И поэтому первые вот эти ощущения с утра, когда, ну да, ты начинаешь работать, мы онлайн начали делать, ну собственно, за который нас и закрыли. Вот. Но при этом вот такое ощущение, что тебя чем-то доской по башке шарахнули, ты вот так вот головой трясешь и не веришь, что это с тобой происходит. Ну и ощущение вот этой ярости и стыда, стыда от того, что ты ничего не смог сделать, чтобы это предотвратить. Ярости такой, что ты не можешь добраться до тех, кто это все начал. И при этом ты работаешь. Ну и в этот день, да, и в этот день я набрался мужества и написал своей знакомой в Киев. Давней, еще с детства знакомая, потом мы потерялись, потом снова в Фейсбуке нашлись. Я ей написал, как вы, что. И она мне фотографии шлет, где она, семья в бомбоубежище. И пока я думаю, что написать вообще. Она мне тут же пишет. Да все, я тут грустную вам фотку прислала, извините. Все не так уж грустно. Смайлик ставит, у меня совершенно уже сердце, все в душе переворачивается. От этого, от всего. Вот такой этот был день 24 февраля. Но это не считая работы, понятно, параллельно ты работаешь. А еще, и в этот же день у меня был, я вел занятия онлайн с коллегами из Казахстана. Просто был семинар недельный. По журналистике? Да, по журналистике. И вот в этот день мне надо было еще с ними разговаривать о профессии, о чем-то там. И вот настал этот час, там два часа, когда я должен был говорить. И вот мы включаемся, я вижу у всех там перевернутые лица. А у кого-то заплаканное. Натурально. Потому что война. А мы о чем-то говорим, ну вроде по плану семинара. Я что-то говорю и пытаюсь как-то это что-то одно с другим связать. Ну вот это ощущение, что началась какая-то новая совершенно реальность для всех, для нас. Вот это еще было, это тоже было 24 февраля. Вот и лица вот этих казахстанских коллег тоже не забуду, перевернутые совершенно. А скажите, пожалуйста, сколько вы продержались? Я имею в виду, вот сколько сайт ваш проработал тогда? С начала войны? Да. С 24 февраля? Сейчас. Ну окончательно, там первое предупреждение нам прилетело через несколько дней от Роскомнадзора. Ну в принципе все было понятно. А там же что? Там же, собственно говоря, с первого дня под запрет попало слово война. Как вы знаете. И тут важно было решить, ты употребляешь это слово или нет. Мы решили, что мы не можем называть войну как-то иначе. Мы продолжали называть ее войной. Ну и, соответственно, что там 10 дней прошло и нас заблокировали. Но за это время, да, мы успели там онлайн вести, там какие-то интервью записать людей, которые говорили, что они про все про это думают. Даже там у нас пара городских депутатов успела против войны высказаться, отчаянные люди. Дай бог им здоровья. Ну а потом, потом, да, потом нас прикрыли. Ну и мы для себя тогда уже решили, что как мы хотим и можем, нам работать не дадут, а как хочет государство, мы работать не будем. Ну и после этого написали последнее обращение к нашей аудитории, попрощались с ней. А уехали сразу или еще думали уезжать, не уезжать? Нет, честно говоря, уже в момент, когда закрывались, мы уже знали, что уедем. И дело не только здесь в профессиональной самореализации, хотя в ней, конечно, тоже. Но и в том, что, ну я не знаю, было какое-то понимание, что вот просто не могу. Вот не могу. Невыносимо. Видеть людей, которые это все поддерживают, не могу и не хочу. Встречаться с ними на улицах, это же люди тебе знакомые. Это же люди, с иными из которых ты за одним столом сидел. О чем с ними сейчас ты можешь говорить? Не хочу видеть. Ну вот такое было эмоциональное совершенно чувство. Все. Много вы потеряли друзей? Что? Друзей многих потеряли. Нет, ну у меня все-таки круг людей такой, достаточно вменяемый. Вот. И там какие-то друзья все еще в Томске остались, и у них все правильно. Они все правильно думают и все правильно ведут, в основном люди такие. Но, если говорить чуть вот так вот пошире, то, конечно, господи, да сосед, просто сосед, депутат этой самой Государственной Думы. Здоровались всегда, несмотря на то, что там понятно, что по-разному в окружающей действительности думали. Детишки симпатичные всегда раскланивались, улыбались. И тут как раз началось все. Еще не так уж, еще ты ничего не знаешь, про Бучу не знаешь. И вот он тебе навстречу. И кивает так неловко. Я мимо иду. А жена говорит, вы убийца, а мы с убийцами не здороваемся. И вот он так вот, чуть-чуть съежившись, проходит. Ты разрываешь с этим совсем, конечно. И, ну вот, я понимаю, что здесь очень по-разному можно было выбирать. И я с большим уважением отношусь к тем коллегам, которые еще долго продолжали и даже сейчас продолжают в этих условиях стараются честно работать в России. Такие есть. Таких становится все меньше и меньше. Но они все еще есть, эти рискующие люди. Но для себя мы решили, нет, не будем. И цензуре подчиняться не будем ни в каком виде. И уехали. Слушайте, а что вы думаете насчет тех людей, которые работают в журналистике, не имеющие прямого отношения к политике, к войне, или которые работают в каких-то там других сферах? Вот как быть театральному режиссеру, который всю жизнь ставил какую-нибудь классику? Как быть кинематографисту, который специализируется, я не знаю, там, на съемках ром-комов, сериалов в жанре романтической комедии. Или, условно говоря, спортивному журналисту, который всю жизнь там пишет о футболе. Ну, правда, война футбол затронула. Тут без войны не обойтись. Вот люди, которые вынуждены в своей традиционной работе как-то публично самовыражаться, публично, снимать кино, писать статьи, писать рецензии на спектакли, или эти спектакли ставить. Вот как им быть? Как им сохранить порядочность? Ну, я начну с журналистики просто, с наиболее понятного. У меня как раз в те дни приблизительно, сразу же после того, как уехал, был разговор с одним очень симпатичным коллегой, умным, думающим. И он говорил, ну вот я попробую все-таки вот в своей области, она не политическая журналистика. Ну, вот как-то честно работать, писать. О проблемах, ну вот как-то вот так. Я говорю, дай Бог тебе, дай Бог вам здоровья, и дай Бог, чтобы у вас была такая возможность. Но говорю, это будет делать все труднее и труднее. Вот это пространство свободного высказывания, оно будет сужаться. Я это давно понял, я это давно чувствовал, когда ты там пишешь, я не знаю, о том, что дороги плохо чистят, в твоем родном городе, да, мы же локальное телевидение были. Ты все равно против власти высказываешься. А уж сейчас-то во время войны о любой проблеме. Ты напишешь о здравоохранении, ты напишешь там, не знаю, об экономике. Ты напишешь о культуре, ты все равно рано или поздно это тебя коснется. Ты все равно рано или поздно окажешься перед выбором, я ему это сказал. Пространство это будет сужаться сейчас, какие-то возможности есть, а потом их будет становиться все меньше. Это просто реальность такая. Я ее так вижу и, как мне кажется, я тогда не ошибся, мы это видим просто. За этот год что произошло и как этот каток по прессе катается. При этом я вот абсолютно против вот этих разбирательств фейсбучных, которые я вижу между уехавшими и оставшимися, когда друг друга люди любят. Ну, травмированы все, понятно. Осудить и что-то там выговорить. Отъезд – это личный выбор, который обусловлен массой личных обстоятельств. Те, кто остались, если они стараются, что в моем представлении остаться честным человеком в нынешней России. Это, во-первых, сохранить разум и все правильно понимать. Это, во-вторых, не участвовать. Как минимум, просто не участвовать в этой во всей вакханалии. Не поддерживать начальство. Не там голосовать за все вот это безумие. Не там давать вешать букву «З» на театре, на своем. Там не выступать под этой буквой, не участвовать в этих идиотских концертах. Это минимальные требования. Вот это все то, что люди как минимум могут соблюдать. И продолжаешь работать там, я не знаю, врачом, сантехником, инженером. Ну, не можешь ты уехать. Ну, все понятно. Просто не участвуй в этом безумии. Близких от этого сохрани. Постарайся предотвратить, чтобы они участвовали. Вот и все. Просто, конечно, опять же, пространство свободы будет сужаться. Оно будет сужаться и в театрах. Ну, в общем, во всех публичных профессиях. Я немножко про другое, может быть. Про что? Смотрите. Ну вот, не называя фамилий, чтобы никого не обидеть случайно. Но вот, условно говоря, я натыкаюсь на большое интервью в интернете, где известный журналист там разговаривает с известным собеседником. И они говорят так, как будто бы вокруг... Ничего не происходит. Ничего не происходит. Вот нельзя этого делать. Да. Это тоже. На отвлеченные темы абсолютно. Если ты публичный человек, там, режиссер, я там, не знаю, журналист, вот так вот глаза закрыть и уши заткнуть, и сделать вид, что все нормально, публично, это тоже ненормально. И это тоже, ну, как-то не очень. Это да. Публичное высказывание сейчас, оно подразумевает отношение к войне и отношение к власти. Объективно это так. Для человека публичной профессии с какого-то момента это становится неизбежным. Ну да, потому что ты, предположим, кинорежиссер или там продюсер телевизионного сериала, и ты, предположим, снимаешь какую-то картину. Ну, если ты бы снимал картину о сегодняшней жизни, то, конечно, разговор о сегодняшней жизни не может быть без разговора откровенный, правильный, честный разговор о сегодняшней жизни, даже в жанре комедии, даже в жанре там романтического сериала, не может быть, наверное, без войны. Если ты снимаешь что-то абстрактное, историческое, костюмное, ведь беда-то в том, что потом кто-нибудь придет и скажет, а вот этот фильм снят как раз тогда, когда мы узнали про Бучу. Ну, тут трудно что-то посоветовать. Вот у меня одна из коллег в рамках другого же проекта, она, не Москва называется, говорит не Москва, она в эти дни снимала несколько документальных фильмов, она ездит по разным вот таким местам далеким, ну, вот, например, документальный фильм про Нивхов. Про то, как Нивхи живут. И это очень далеко от насахалений. Это очень далеко от войны. Там, правда, все равно война мелькает, как ни удивительно. Сами люди там говорят, что вроде того, что жизнь непредсказуема, ты не знаешь, не прилетит ли сегодня или там завтра что-нибудь сюда, насахалений. Ну, конечно, она существует как фон, и я считаю, что очень здорово продолжать вот такое документальное кино снимать, и мы с охотой его показываем. Тут универсальных-то рецептов нет. Единственное, что нельзя делать вид, если ты ведешь себя как-то, если ты публичный человек, нельзя делать вид, что вот я тут вот за эти горшочки отвечаю, а вообще ничего не происходит. Ну, просто, просто, просто неестественно это. Происходит. Ты знаешь. Те люди, которые тебя читают, знают. Ну, нельзя уши затыкать, нельзя притворяться, если ты человек публичный. Ну, хорошо. Вот вы сказали про то, что вы резко, отрицательно, негативно относитесь к фейсбучным разборкам между теми, кто уехал, и теми, кто остался. Я не сказал резко отрицательно. Я сказал, что я понимаю, почему это происходит. Мне кажется, они лишние, но я понимаю, что происходит с людьми. У всех болит, и они пытаются как-то эту боль выплеснуть, в том числе на окружающих. Нет, ну, наверное, правы те, кто говорит, нельзя упрекать людей в том, что они не уехали, потому что я лично знаю множество людей, которые хотели бы уехать, но по разным причинам уехать не могут. У кого-то старики больные, кто-то в долгу перед бюджетом и никак не может рассчитаться за какой-нибудь там выписанный штраф. У кого-то еще какие-то обстоятельства. У кого-то просто банально нет денег на то, чтобы перебираться в другую страну и начинать жизнь сначала, а возраст уже не тот. Это молодому человеку можно рискнуть и попытаться все начать заново. А старикам не всегда это возможно. Но, скажем, вот когда жалеют наших мальчиков или не жалеют, вот к таким спорам вы как относитесь? Наши мальчики, наши мальчики. Ну, понятно, что эти самые наши мальчики, они захватчики. Понятно, что война абсолютно несправедливая. Понятно, что... Ну, какие они, ну вот для меня, наши мальчики, в тот момент, когда они с оружием в руках приходят на чужую землю. Хотя я отлично понимаю, и вот это очень хочу подчеркнуть, что есть очень разная мера ответственности у разных людей. Каждый отвечает за свою. И для меня мера ответственности российской элиты, политической элиты. Медийной элиты. Культурной элиты. Которая всему этому способствовала. Гораздо выше, чем мера ответственности там парня из деревни, которого, которому всучили в руки ружьё и отправили умирать. Вот это тоже очень как-то, мне кажется, важно дифференцировать. Да, он там, когда убьёт, он убийца. Когда нарушит правила войны, он достоин суда. Но гораздо больше виноваты люди, которые оружие в руках не держат. Которые его научили. Которые его отправили. И их меры ответственности, с мерой ответственности этого человека, конечно, не сознательно. Но мы отлично знаем, в Германии разбирались после 45-го года в мере ответственности. И с некоторыми оговорками, в общем-то, неплохую модель разбирательства создали. И давайте мы не будем забывать, прежде всего, о тех людях, которые, вообще говоря, это всё организовали, устроили. Их степень вины и ответственности выше. Мы должны это понимать. Как мне кажется, мы должны сейчас уже про это говорить. И по возможности готовить, в той мере, в которой это возможно, готовить материал для будущих процессов, в которых каждому будет воздано по заслугу. Ну хорошо. Когда вот кто-то начинает громко жалеть наших мальчиков. Или кто-то начинает возмущаться по поводу украинцев, которые сбрасывают с постамента в памятник Пушкину. Или кому-то ещё. Или исключают из репертуара украинских театров произведения российских драматургов или оперы российских композиторов. А кто-то им говорит, да как тебе не стыдно, как тебе не стыдно вообще раскрывать рот и ругать сейчас украинцев, когда твои соотечественники, твои сограждане их убивают. А в ответ прилетает, а что ты такой вообще надел белое пальто и какое право ты вообще имеешь меня критиковать, меня шеймить и так далее. Ваше отношение вот к таким спорам. Да, честно говоря, от этих споров испытываю ощущение тягостное. Мне скучно, честно говоря, читать это всё то да потому уже на десятый раз. Понятно, что вообще разговор о Пушкине, когда Киев бомбят, он какой-то иррациональный, совершенно идиотский с моей точки зрения. Я бы сказал какой-то дико бестактный, до неприличия. Да, вообще смысл. Ну какой... Так, сейчас я пропущу все слова, которые я хотел сказать. Какой Пушкин? Многоточие между словом. Какой и это самое. Разберутся с Пушкиным там послезавтра. Причём тут Пушкин вообще, говоря. И почему надо говорить о Пушкине? Именно здесь и сейчас. И уж, конечно, те, кто сейчас что-то пишут о Пушкине в России, о том, что в Украине там снесли какой-то памятник Пушкину, ну выглядят как люди неуместные совершенно, у которых что-то, я не знаю, что-то с ними не так, что-то неправильно. Вот. Ну, неподумавшие иногда пишут, на эмоциях, понятно, люди травмированы. Но, повторяю, сейчас не надо говорить про Пушкина, как мне кажется. Не очень это уместный и нужный и своевременный разговор сегодня. Завтра поговорим про Пушкина. А сегодня давайте подумаем по возможности, как и что мы можем сделать. Как мы можем украинцам, например, помочь? Ну, хоть как-нибудь. Хоть как-нибудь, хоть что-нибудь. Может ли российский гражданин, российский патриот выделять средства, предположим, на покупку оружия для ВСУ? Ну, с моей точки зрения, любая помощь уместна. Потому что понятно, что сейчас понятно абсолютно в каком-то смысле черно-белая картинка. Абсолютно понятно, где добро и где зло. Кто хорошие парни, а кто плохие парни. И сейчас очень важно помочь Украине в меру сил, как угодно. И если человек решает, что у него есть возможность и желание помочь ВСУ, то, почему нет? Если он хочет помогать как-то иначе... Там, я не знаю, вот у нас одно медиа, в то время, когда наша власть грозила заморозить Украину, организовала доставку в Украину печек. Собирала деньги на вот эти буржуйки. Хорошее дело, понятное, нужно поволонтерить. Все что угодно. Масса возможностей есть для того, чтобы помочь Украине. Просто слово честное сказать. Ну, если я переверну вопрос, с Вашего позволения. Вправили люди осуждать тех, кто говорит, лекарствами помогать буду, а вот давать деньги на оружие, которое будет убивать русских, не готов? Осуждать не надо. Или это, извините, чистоплюйство? Я думаю, осуждать не надо. Если люди хотят как-то помогать, ну, там, я не знаю, вот человек убежденный пацифист, я понимаю. Не хочу давать деньги на оружие. Ну, это его такой выбор. А если он при этом волонтере, то украинцам помогает. Ну, молодец. Здорово, это все равно хорошо. Мне кажется, не стоит устраивать дискуссии по поводу того, как именно надо помогать. А лучше помогать. Лучше помогать так, как можешь. Люди разные, по-разному думают. Не надо осуждать тех, кто хочет помогать, но как-то по-своему. Вот не надо осуждать человека, который, там, я не знаю, дал деньги на печку, но не дал денег в СССР. Он же все равно старался помочь. И не надо его сбрасывать с корабля современности, как человека, который помогает недостаточно или неправильно. Мне кажется, это неправильный спор. Ну, сам лично я считаю, что ВСУ делает все нужное дело сейчас. И помощь ВСУ – дело хорошее. Один мой хороший знакомый, человек известный, думающий, мыслящий, сказал мне, украинцы не правы, что они не пытаются вести диалог с представителями российской оппозиции. То есть вы хотите, чтобы я высказался по поводу правоты или неправоты украинцев? Нет, я бы сказал, по поводу того, вправили мыслящие российские люди, которые являются противниками путинского режима, осуждать украинцев за то, что они с ними не хотят вести диалог и говорят, что для нас сейчас хороших русских не существует. Ну, я думаю, что представителям российской оппозиции стоит побольше как бы рефлексировать о происходящем, тщательнее относиться к своим словам. И я не думаю, что сейчас осуждать украинцев за то, что какие-то из них не хотят разговаривать с гражданами России, это сколько-нибудь уместно. В то же время хочу подчеркнуть еще раз, я знаю, достаточно много украинцев уже, но так получилось за этот год, которые разговаривают, хотят разговаривать, находятся вот в этом режиме диалога, и этим людям я очень благодарен. Я считаю, что это здорово, что они есть, и это дает какую-то надежду на будущее. Ну, как? Ну, хорошо. Еще одна история, еще один. Я недавно по Гудауле шел, на встречу две девчонки. И спрашивают, дорогу спрашивают. Я им дорогу показал, и как-то мы, они спросили, откуда я сказал, что я из Сибири. Они так удивились слегка, как вы тут оказались из Сибири. В общем, разговорились, потом я спрашиваю, а вы откуда? Она говорит, одна говорит, я из Сум, другая говорит, а я из Чернигова. И я, ну, вот первая такая эмоциональная реакция, я говорю. Простите, если сможете. И тут обе меня обнимают и говорят, ну, что вы, мы простых людей не винили. Ни в чем. Я спрашиваю, ваши все живы? Они говорят, к счастью, живы. А потом одна говорит, не были бы живы, наверное, мы бы не смогли вас обнять. Вот это так, на самом деле. Потому что как можно в чем-то винить людей, у которых, например, погибли родные? Как можно говорить, ой, вы тут неправильно ведете диалог с российской оппозицией. Ну, глупость же. Ну, просто глупость. Вы в предыдущей части нашего разговора сказали, что вы уверены, что Украина победит в этой войне. О чем ваша уверенность строится? Ну, потому что хотя бы по размаху, по разговорам российских начальников, российские войска должны были стоять уже где-нибудь в районе переправы через Ла-Манш. Ну, так-то. А они пока под пахмутом стоят, как вкопанные. Вот. В общем, видно, что эта машина, она оказалась не такой мощной, как про нее тут годами рассказывал последний. Она забуксовала. И видно, что Украина стоит. И видно, что люди воспринимают эту войну в Украине как справедливую. И видно, что армия украинская учится воевать все лучше. Поэтому думаю, что Украина победит. Это реальность. Ну, разве что российское начальство совершенно обезумевшее, конечно, на кнопку может нажать. Это правда. Не нулевая вероятность этого ощущения. А как в России, на ваш взгляд, случилось появление вот этого безумного начальства? Это случайность историческая или это закономерность? Это долгий разговор. Но тут и нам с вами есть о чем порефлексировать. У нашего поколения в 90-е годы и у людей медийных в 90-е годы был шанс, который нам подарила история. Мы, в общем-то, даже и не очень-то приложились сами. Ну, там что-то там, сам сдат, кто-то там читал, кто-то там еще что-то. Ну, в общем, мы особо не приложились к тому, чтобы у нас возникла свобода. Мы за нее не умирали, мы за нее не воевали. Она на нас свалилась сверху. И мы не сумели ее сохранить. Нам есть что вспомнить. И вот когда там про чувство ответственности индивидуальной, я вот для себя эту ответственность примеряю именно вот таким образом. А в 90-е годы, когда у тебя была возможность, все ли ты сделал для того, чтобы не выросло вот это чудовище? Нет. Вот. Я 96-й год вспоминаю. Компанию «Голосу» или «Проиграешь», которую вы тоже прекрасно помните, Евгений. И думаю, нет ли какой связи между тем, что мы делали тогда, в 96-м году, при всех оговорках, которые там можно привести, да, и тем режимом, который возник. Не дискредитировали ли мы тогда институт, свободная пресса своими действиями. Я когда журналистами говорю уже годами, там, периодически на каких-то семинарах, и меня там спрашивают вот о каких-то вот таких ошибках, так скажем, в вашей жизни, которые совершились. Я очень подробно про 96-й год рассказал. Про то, что мы думали тогда, и про то, как я оцениваю нашу работу теперь. Вот. Так что, помимо всех вот этих разговоров об историческом пути России, не безосновательных, конечно, Стоит подумать о политической элите, которая сделала несколько очень плохих выборов. Когда у нее была возможность выбрать правильно, она выбирала неправильно. Я не сторонник исторического детерминизма. Я считаю, что есть свобода, есть выбор и есть ответственность за выборы. И я считаю, что элита всегда виновата гораздо больше, чем вот этот абстрактный, непонятный народ. Хотя я не обольщаюсь совершенно насчет того, что в голове и в душе у многих людей есть. Я не знаю, как вы относитесь к известной максиме о том, что история не знает сослагательного наклонения, но все же вот после того, что вы сказали про 96-й год. Вы полагаете, что нужно было элите предоставить возможность событиям течь так, как они поначалу текли? И пусть Зюганов становится президентом России? Я не говорю про элиту вообще, я говорю про нас с вами, про медийщиков. Мы не должны были превращать прессу в инструмент пропаганды. То, что мы сделали реально. Институт. У меня тогда был разговор с одной американской приятельницей. Она мне говорила тогда, вы делаете сейчас все неправильно, вы разрушаете институт. Вы не понимаете того, что вы делаете. Я и так небрежно отвечал, да нет, ну мы понимаем, ну мы потом там исправим. Это вы не понимаете, американцы, там русской истории. Вы не понимаете опасности. Вот мы сейчас эту опасность оттолкнем, а дальше все будет хорошо. А дальше все не было хорошо. Мы не знаем, как было бы там предельно. Понятно, что Зюганов полное ничтожество и человек скверный. Но конкретно российская пресса в тот момент, она и российское телевидение, в первую очередь, сделав себя инструментом власти, мы все сотворили все дальнейшее в том смысле, что власть и дальше уже, поняв, какой мощный инструмент в ее руках есть, власть и дальше этот инструмент хотела использовать и использовала. А мы потом начали там чего-то там бороться. С запозданием начали. Запоздание, я думаю, что было самой главной ошибкой. Ну, так или иначе, институт прессы следовало выстраивать именно как институт прессы, а не следовало его превращать в подотдел кремлевской администрации. То, что мы в 96-м году сделали. И мы же по персоналиям даже можем это вспомнить. Кто где сидел тогда, кто что делал. С моей точки зрения, да, это грех, это ошибка. Это ошибка, за которую мы платим. Нам прилетает. Сложный, долгий разговор. Я же говорил, что он долгий. Сложный, долгий разговор. Я лично не вполне с вами могу согласиться, потому что то, что лично делал я и то, что делали мои коллеги, в значительной степени, в значительной степени мы делали по велению души и сердца, а не потому что нам приходили какие-то указания. А я же говорю, что мы делали это не по велению души. Я тоже был перепуган коммунистами и, соответственно... Нет, да, действительно, президент, первый руководитель телекомпании НТВ, к сожалению, покойный, трагически закончилась его жизнь, Игорь Малошенко, который покончил с собой не из-за 96-го года, впрочем. Но он действительно был в штабе избирательном Ельцина. Но поверьте мне, Виктор, он ни разу не позвонил и не сказал, допустим, мне, что нужно делать в связи с происходящим в стране. Ну, если я не верю ему быть в этом штабе, на мой взгляд, ну да ладно, мы же по-разному можем какие-то вещи оценивать. Но вот вы спросили, что не так. Вот с моей точки зрения, вот это, в частности, не так. Один из тех поворотных моментов в истории, когда можно было выбрать как-то иначе, а мы выбрали вот это. А вот то, что покойный Игорь Евгеньевич отказался стать главой администрации президента, вот это была тяжелая ошибка. И он это под конец жизни признавал, потому что все-таки роль личности в истории очень велика. Может быть, может быть, может быть. Не знаем, не знаем, как бы оно было, каким бы он был главой администрации. Ну, я повторяю, я повторяю, история не знает сослагательного наклонения. Но в начале путинского отправления, я уж скажу, что были допущены, на мой взгляд, коллегами, многими коллегами, которые работали в разных средствах массовой информации, на мой взгляд, гораздо более страшные ошибки, когда сложился такой вот восхищенный хор голосов. Ура, ура, к нам едет новый президент. Молодой, спортивный, непьющий, энергичный, с твердой рукой, но либеральными экономическими взглядами. Да, я это все помню прекрасно. Но вот поскольку я к этому-то уж никак не причастен. А почему вы к этому не причастны? А потому что мы с самого начала рассказывали в меру возможностей и сил, мы говорили о том, что человек это опасный, и ничего хорошего из этого не будет. Вот прям вот как-то вот... А вы могли допустить, простите, что вот этот человек развяжет войну против Украины? Тогда нет. В тот момент, наверное, нет. Но все то, что он делал, последовательно вызывало отторжение, ну, вплоть до атаки на НТВ. Это еще достаточно ранние же были времена, и сравнительно вегетарианские. И, соответственно, мы от всего этого, вот в этом мы конкретно в распространении этой ауры молодого, спортивного и замечательного парня, мы к этому не причастны. И ровно поэтому я вспоминаю 96-й год, то, к чему причастен сам. А скажите, в 99-м вы верили в то, что взрывы домов в Москве, Буйнакске, Волгодонске могут быть делом рук спецслужб? Госбезопасность. Я, скажем так, я про это думал. Я эту мысль от себя отгонял, но была история с рязанским сахаром, известная вам, которую как-то вот трудно было объяснить. А поэтому, так скажем, я... Ну, доказать трудно было, но вот было ощущение, что что-то не так, что-то мутно. А потом, ну, я же опять же историк. И поскольку я историк, я понимаю, что там, где есть террор, там всегда есть азефовщина, очень часто, особенно у нас в России. И там совершенно непонятно, где заканчиваются террористы, а где начинаются спецслужбы, и кто из них главнее. Поэтому я тогда для себя этого ничего не исключал вовсе. Хотя то, что я читал в большинстве случаев в качестве доказательства причастности о спецслужбе, меня до конца не убеждало. Но история с рязанским сахаром была аргументом, конечно, таким весомым. Которого, кстати говоря, до сих пор ведь никто толком и не опроверг. Но вы знаете, ведь все-таки тогда в это очень трудно верилось, потому что невозможно было представить такого чудовищного цинизма и готовности власти пойти на такое кровопролитие, на такое страшное преступление. А сейчас гораздо легче стало поверить, правда? Да, конечно. Сейчас, конечно. Сейчас уже никаких сомнений. Там сейчас уже, казалось бы, люди маргиналами. Сейчас выглядят люди, которые продолжают твердить, что спецслужбы к этому никакого отношения не имели. Мне так кажется, во всяком случае. Ну да, время протекло, и мы, в общем-то, можем оценить меру, глубину того, что произошло вот с этими нашими элитами. В данном случае в спецслужбах, я не знаю, можно ли это называть элитами, но так или иначе уровень их моральной деградации сейчас очевиден. Совершенно понятно, что ни тогда, ни сейчас эти люди не были готовы останавливаться ни перед чем. Просто сейчас мы за эти годы, это очень зримо нам представилось. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Как вы думаете, если Украина победит в этой войне, а Путин проиграет, Россия проиграет, приведет ли это к смене режима? Проигрыш Путина, и в каком смысле это выигрыш России. Хотя я совершенно сейчас не убежден в том, что Россия как государство сохранится. Просто потому, что нынешняя российская власть сделала все для того, чтобы это государство уничтожить. Она его просто об стенку раз ударила, два ударила, и сейчас просто бьет, разрушая, ну буквально все. Поэтому, на мой взгляд, выигрыш Украины, он создаст некое окно возможностей для смены существующего политического режима. Вероятность этого будет, как я думаю, не стопроцентная. Но она будет. Сейчас никто не может, господи, никакие исторические знания не дают оснований для сколько-нибудь верного исторического прогноза. На сотню неверных прогнозов приходится один верный, который люди помнят. Прогнозировать можно совершенно безответственно, потому что никто не помнит, что ты наговорил уже через год. Но я считаю, что вероятность того, что очень быстро этот политический режим после поражения посыплется, такая вероятность есть. Этот режим зациклен на одно лицо. В этом смысле он гораздо менее устойчив, чем, например, советский режим после смерти Сталина. Там был институт, какой ни на есть. Там была партия, там была ЦК партии, там было окружение Сталина, коллективное руководство. Президиум ЦК это тогда называлось. Президиум ЦК, да. Президиум ЦК, который, в общем-то, осуществил преемственность власти. А сейчас ведь нет никакого коллективного руководства. Совет безопасности, совет безопасности. Да мы же видели этот совет безопасности с вами. Ага. Тут какожие эти самые, тамкаши и вожди. Мы же наблюдали его в режиме, можно сказать, реального времени. Да, да, да. Можно ли себе представить, чтобы эти люди решились на какие-то коллективные действия. Даже с перепугу. Это же надо было подобрать. Такое количество людей до такой степени ничтожных. Это просто надо... Года селекция. Я, кстати, как-то, ну вот когда были в ходу вот эти рассуждения о возможности Шарфика и Табакерки, я не поленился и где-то несколько часов потратил на изучение биографии вот этих всех людей с Советой Безопасности. С огорчением понял, что Шарфик и Табакерка, исходя из биографии этих людей, никак не просматриваются. Потому что, как ни крути, Шарфиком и Табакеркой к Павлу приходили люди боевые. Там серьезные биографии были у каждого. Военные. Генералы. Большинство членов Совета Безопасности нынешнего, они в армии не служили, если что. И никакого военного опыта нет. Обычная там биография такая, комсомол или чаще ФСБ, КГБ, естественно, какая-нибудь там мэрия, шмэрия. В общем, человек всю жизнь бумажки перебирал и перед начальством во фронт стоял. Вся его биография. И за счет лояльности он добрался до этого места. Ничего не предпринимал. Там даже и вот важный же предпринимательский опыт, например, 90-х, рисковый, и тоже располагавший к каким-то там решениям, к какой-то смелости. А вы посмотрите на их биографию. Серые, убогие люди, единственным качеством которых является лояльность. И вот сумеют ли эти люди как-то удержать страну? Не знаю. Или воспользоваться окном возможностей, о котором они говорили. Да, трудно понять. В общем, эти люди по масштабу, по биографии своей, они, конечно, там, с каким-то Никитой Сергеевичем или Лаврентием Павловичем, наследниками. В общем-то, рядом не стояли. Масштаб не тот. При всем том, что у тебя были палачи, конечно, все. Но у тебя были какие-то еще достижения, кроме безукоризненной лояльности. А у этих ничего такого нет. Да, ничего хорошего это не сулит. Да уж. Ну что ж, Виктор, спасибо вам большое. Спасибо за ваш рассказ, за ваши ответы, за ваши комментарии. Напомню, что сегодня гостем моего YouTube-канала был Виктор Мучник. В прошлом один из создателей, многолетний главный редактор телекомпании ТВ-2, который вот сейчас, в частности, это не единственное, что он делает, организовал и ведет проект очевидцы. Все ссылки на этот проект вы увидите внизу, там вот, под видео, в прилагаемом к нему описании. Пойдите по этим ссылкам, подпишитесь на очевидцев, не пожалеете. Спасибо всем большое. Спасибо, Виктор. И всего вам доброго. Спасибо, всего доброго. Удачи. Удачи. Продолжение следует...